Министерство нам сэкономило огромные деньги. Почему мы плачемся, что цена дорогая? Он не думает о Боге. Чтобы нас не обвинили, что мы какие-то теории заговора тут исследуем, да? То есть наш ВВП вместо того, чтобы сюда в себе брать, оно отдается за рубежом. Существуют ли какие-то признаки того, что новое правительство? Нет. И когда деловой человек приходит в государственных учреждениях, на него смотрят как на мешка с сахаром, с деньгами. Не надо нам ничего изобретать. Есть договор об ассоциации. Вот наша программа развития. Приветствую вас в новом году. С наступившим новым годом. Сегодня у нас в студии господин Констандаки, с которым мы уже встречались. И тема нашей беседы – итоги прошлого года и перспективы этого года. Добрый вечер. И еще раз вам добрый вечер. Первый вопрос, который я вам хотел задать. Как вы считаете, какое центральное экономическое событие прошлого года? Вот как бы вы отметили? Их вообще очень много. И не хватит вашей придачи, чтобы обо всем говорить. Но некоторые главные причины, факторы основных показателей, качественных и измеряемых, мы будем говорить. Самый главный комплекс, фактор связан с тем, что с 1 января 2020 года, то есть 2021 года до конца июля у нас не было правительства. То есть был кризис, абсолютный кризис правительственный, который ударил очень сильно по всем экономическим, социально-экономическим индикаторам. И, к сожалению, не в самую лучшую сторону. Плюс к этому, прошлогодняя, которая продолжилась в 2021 году и продолжается до сих пор, пандемический кризис, кризис пандемии, вот этот коронавирус. И, кроме этого, на нас ударил очень сухой год, 2020, который, к сожалению, снизил все индикаторы, продовольственные индикаторы, сельскохозяйственные индикаторы, где-то на 20-28. И по некоторым видам продукции даже до 40%. Зато в 2021 году, положительно, Бог снисходился на нас, и были дожди, были все. И мы получили даже больше, чем в 2019 году на 18-20%, а по сравнению с 2020 году сельхозпродукцию мы получили по некоторым до 45% больше, чем в прошлый период. Вот такой навал продукции можно сравнить с 65-м году, когда тоже был очень хороший год. И, конечно, основные индикаторы, связанные тоже положительно, наконец-то у нас появилось правительство, и правительство начало работать. К сожалению, они не успели что-то предпринимать, что-то делать, и на нашу голову навалилась вот этот кризис энергетический, который ударил снова по всем хозяйствам, по бизнесу, по бизнес-среде, по производственному, промышленному сектору, по банковскому сектору. По всем абсолютно. И в связи с этим индикаторы, социальные индикаторы, качество жизни и все остальные пошли, я хотел сказать, чуть-чуть вниз, но они пошли очень резко вниз. То есть качество жизни, к сожалению, вот так вот пошло вниз. Вот это основные моменты, которые можно подчеркнуть в 2021 год, охарактеризовать. Я один наводящий вопрос, если вы не против. У нас сельхозпроизводство, как вы сказали, где-то до 40% в некоторых видах. А скажите, а какой в этом смысл, если весь наш экспорт ориентирован на Европу и он квотируется? Что мы будем делать с этим избытком продуктов? Да, я хочу вам сказать, что, к сожалению, один пример очень негативный, к сожалению, даже трагический. Есть тысячи гектаров кукурузы, которые не убраны до сих пор. Некуда деть? Так есть, в республике Молдова осталась кукуруза неубранная. То есть, а там, это же продукт, это то, что люди должны были собирать и продавать. Но людям стали невыгодно это делать, и они бросили, оставили все в полях. А невыгодно, потому что некуда продать или потому что себестоимость уборки? Если, позвольте, я вам скажу, есть пример, даже в унгенах, скажем, там есть вот эти перерабатывающие предприятия, которые собирают заранее, они договорились, что цена за кукурузу будет 3,20-3,30, по некоторым сортам, 3,50 за килограмм. Вот так вот получилось, что перед тем, как они собрать вот этот урожай, значит, вот эти комбинаты, зерновые комбинаты, им стали сказать, мы меняем договора, мы больше, более чем 80 бенуц, мы не можем вам платить за килограмм. А вы представьте себе, что таким образом их шантажировали и не принимали тем более, и еще другое то, что машины стояли по 36 часов в очередь у ворот вот этих зерновых предприятий для того, чтобы разгрузиться. А скажите, вот извините, я вас перебью, я понял ситуацию, я думаю, что зрители тоже, а каким образом можно вот так вот на ходу пересмотреть контракт, что на них в суд нельзя подать, как на них воздействовать можно? Можно, можно, но я не хочу в этом углубиться, потому что... А правительство куда смотрит? Я думаю, что люди должны обратиться в соответствующие инстанции, и государство им должно помочь этим консультациям, всем возможным, конечно, деньгами тут не поможешь, но консультацией, поддержкой, административными, какими-нибудь инструментами для воздействия на тех, которые вот таким образом поступили. Это же обыкновенный картельный сговор, совершенно такой открытый, да, очевидный. Куда смотрит наше агентство по цене, по конкуренции? Нет, тут, хочу вам сказать, что ее роль тут не очень высокая, но как инструмент, как субъект, объект для изучения, для анализа и вывода, они должны обязательно рассмотреть вот этот случай, вот эту ситуацию. Потому что, в принципе, можно квалифицировать это как сговор, как картельный сговор для того, чтобы все по всей территории Республики Молдова договориться и не принимать по какой-то определенной цене. Но для того, чтобы этого не было, они делали вилку в разных сторонах в зависимости от качества, категории продукции. И поэтому у всех разных зернохранилищ получались разные цены, чтобы консилинг конкуренции не приходил, не сказал, что тут есть, значит, влияние на картельный сговор. Но цена – это только один из признаков картельного сговора. У картельного сговора много признаков. Дело в том, что вы знаете, как работают наши агентства, наши структуры, которые должны регламентировать, контролировать, мониторинг проводить и смотреть за процессы, которые не должны выходить за рамки данных областей. Знаете, как они работают? Потому что интереса нет, нет спроса с них, нет санкций на них. То есть каждый делает то, что хочет. Пока. Пока. Я думаю, что все-таки Республика Молдова получит качественное управление вот этих всех агентств. Думайте. Ну, будем надеяться. Можно я вернусь опять к итогам? Можем ли мы сказать, что газовая проблема, которая у нас образовалась во второй половине года, собственно говоря, станет ключевой проблемой на этот год экономической? Я думаю, что она была ключевой и в прошлом году и останется ключевой на следующий год и еще на долгосрочные периоды. Почему? Потому что, в принципе, на газ, то есть газ как средство, в принципе, на газе работают, если не прямо, то второстепенно, если не, то есть есть заводы, фабрики, есть промышленности, есть целые области экономики, которые используют очень много, много объема, значит, энергетических ресурсов. И эти ресурсы есть электричество и газ. Из газа производят электричество. И некоторые предприятия, вот как строительная область, да, производство строительных материалов, оно использует огромное большое количество электричества. Ну, и газа, газа меньше, конечно. И есть предприятия области, вот переработка сельхозпродукции использует очень большое количество газа. Поэтому энергоресурсы будут определяющим фактором для определения ценовой политики по всем областям производства внутренней продукции Республики Молдова. Я не говорю про импортной. Господин Георгий, вот такой вопрос интересен. Сейчас на последней принсконференции господин Спыну заявил, что благодаря усилиям министерства, которые он возглавлял, при заключении контракта Молдова сэкономила за последние три месяца на газе только 300 миллионов долларов. То есть он имеет в виду, что нынешняя цена чуть ли не в два раза ниже, чем рыночная цена в Европе или, как он говорит, мировая цена. Вот, соответственно, получается, что министерство нам сэкономило огромные деньги. Почему мы плачемся, что цена дорогая? Очень, да, констатация очень интересная. И второй вопрос. Как вы считаете, министр, который занимается этим и который не знает, что не существует мировой цены на газ, как вы считаете, он вообще профессионален? Во-первых, мы скажем, что вот то, что он говорил в пресс-конференции, наверное, можно считать как анекдот. И смешные такие фразы, потому что действительно это смешно, даже с точки зрения науки смешно, с точки зрения управления и с точки зрения формирования цен и экономии. Что такое экономия? Это когда у тебя есть что-то очень реальное, и ты смог сэкономить, то есть меньше потратить для того, чтобы получить больше. В данном случае мы платили в три раза, в три дорога, чем Австрия, чем Румыния, чем Германия, чем Польша, чем все страны Европы, кроме Украины. На Украине от 1000 до 2000 долларов, 1000 кубометров стоит. Но мы не можем сравниваться, то есть как мы можем хвастаться таким талантом, что Молдова экономила. Я думаю, что тут мы наоборот потеряли, потратили больше в два-три раза, чем он говорит. Даже вот можно было бы договориться, вывести на линию хороших переговоров, хороших переговорщиков для того, чтобы мы получили наилучшие условия. Я хочу вам сказать, что отношения Румынии с Россией не самые лучшие за последние 50 лет. Но Румынии смогли получить контракт, долгослужный контракт, по 236 долларов за 1000 кубометров газа. То есть мы, которые считаемся сестрой, младшей сестрой России, получили в два раза дороже. А с 10, то есть с 1 января, еще на 200 долларов дороже. То я хочу спросить этого министра, он когда встает утром и когда просит и хвастается, что люди, благодарит населению, что люди терпят за терпение и все. Он не думает о Боге, он не думает о том, чем занимается он на том месте, которое спровоцировало спад экономики. То есть это во-первых. Во-вторых, его должны судить уголовно, потому что никто его не послал, никто ему не рекомендовал в командировке никакое решение правительства не было. В его компетенции это не входит. Он сам поехал в Россию, о чем-то договорился, о чем никто не знает и не хотел сказать. И вдруг мы получили вот такое. Значит, это уголовное дело. Его должны просто судить за то, что он превысил свои служебные полномочия, в результате чего Республика Молдова получила качественный спад своей экономики и снизил уровень жизни населения минимум на 50% по сравнению с 2018 году. Можно я немножко для наших зрителей прокомментирую? Да, конечно. Какова логика была министра в данном случае, когда он говорит, что сэкономили? Он берет ту цену, по которой министерство пыталось закупать из альтернативных источников по спотовой цене. И он исходит из того, что спотовая цена и есть реальная цена газа. В то время как, вот те примеры, которые вы привели, да это всем известно, реальная цена газа идет по контрактам. И в Европе не существует единой цены на газ. Вот, в отличие от нефти, на нефть существует единая цена, а на газ не существует. Каждый раз и в каждом регионе своя цена. Да, совершенно правильно. И, соответственно, мы должны были плясать от того, какой у нас контракт и какой контракт мы сможем получить, и какие контракты получили наши соседи. Вот то, что вы правильно привели пример, это самое. Я посмотрел по Венгрии, у них 230, но я нашел глобальный сайт по ценам, там они считают в киловаттах, потому что сейчас новая методика расчета энергетических ресурсов. Нет, не всегда так было, в Европе всегда так было. Да, но в переводе на наши деньги получается где-то 6 лей за кубометр. Да. Примерно, ну то есть это даже близко нельзя сравнить, так это же Венгрии, которая опять-таки более успешная страна, чем мы во многих отношениях, и уровень зарплат даже сравнить нельзя. А последствия какие? Последствия. Значит, вся наша производственная промышленность, в основном продовольственная промышленность, спала. Значит, цены начали расти как на дрожжах. У людей нет такой возможности, чтобы платить за все. Вы знаете, ко мне люди очень многие, значит, обращаются и говорят, что у нас, значит, доходы, которые у нас есть, хватят для того, чтобы платить половины, значит, коммунальных услуг, а кушать нет, пить нет. То есть жить из воздуха. Кстати, вот дополнительное замечание к тому, что вы говорите. Буквально 12 числа было заседание правительства, и Министерство транспорта и инфраструктуры представило программу развития. Там ничего нет с энергосбережением, там есть проекты по, например, реабилитации музеев, там для развития туризма и так далее. Есть какие-то бизнес-проекты, какие-то, а, Молды, Экспо, выставочный центр в Бельцах. То есть сейчас, когда по нашей экономике нанесен мощнейший удар, я бы его сравнил, наверное, с тем, что было в начале 90-х, когда, я думаю, что последствия, наверное, будут сопоставимые. Значит, у Министерства транспорта и инфраструктуры, которые ответственны за этот вопрос, собственно говоря, других планов нет, как заниматься реабилитацией музеев в регионах. И нет никакого предложения о том, как помочь экономике в этой ситуации. Как вы считаете, возможен вообще план помощи нашей экономике в данной ситуации? Помощь, конечно, да. Вот какие-то меры, которые могли бы... У нас есть средства. А скажите, и пока вы не забыли, еще один такой вопрос. Скажите, могло бы правительство пойти на снятие НДС по газу? Это ведь тоже снижает цену. У нас есть опыт Венгрии, опыт Румынии, опыт Польши. Польша вообще сняла все, что можно было снять с газа. Даже НДС, даже Акциз. Все, что можно было снять... Лишь бы меньше цен. Значит, они снизили цену минимум на 20%. Это очень ощутимо. То есть, люди ощущают это. Ну, конечно. Потому что вот, когда снимаешь налог, у него есть мультипликативный характер, то есть, свойства. То есть, он уменьшается не только за счет цены поступления, а при формировании цены до конечного потребителя. Это снижается несколько раз. И таким образом люди помогают. То есть, помогают людям. Тем более, помогают бизнес-среде. Помогают фирмам, которые производят. Помогают содержать и сдерживать. Не увольнять людей. То есть, рабочие места сохранять. Скажите, а как вы считаете, почему правительство не идет на такие меры? Ведь все, что сейчас делает правительство, оно одалживает деньги. Заводит их в бюджет. И из бюджета платит Газпрому. Очень хорошая... Никаких других мер не делается. Очень хорошая идея. Хороший вопрос. Спасибо. Я хочу вам сказать на конкретном примере. Вот когда... Я не против того, чтобы мы задолжали. Я не против того, чтобы мы получали средства из-за рубежа. Но надо подумать, как развить своих источников, внутренних источников. Что у нас нет возможности развивать своих источников. А у нас источники одни. Развитие бизнеса. Развитие и создание новых рабочих мест. Для этого нужно деньги брать не для того, чтобы их количественно тратить. То есть на реформы какие-то, на обновление какие-то, софты, на поддержание курса и так далее. Нам нужно даже на пополнение бюджета. Нам не такие инвестиции нужны. Вот говорят, что мы получили 150 миллионов. То есть получив 150 миллионов хороший 30% это вы знаете значит грант. А 120 очень хороший кредит на 10 лет с хорошей процентной ставкой. Я согласен. Но дайте вот эти деньги с хорошей процентной ставки и очень хороших условиях. Направить их туда, в русло реального сектора экономики. Потому что там создается новая стоимость. Добавочная стоимость. Там создаются новые рабочие места. И таким образом мы можем своих, которые безработных наших сейчас обучить, если нужно будет. И значит ангажировать на новые рабочие места. И те, которые из-за рубежа привлекать их сюда. Для этого конечно нужно иметь политики, программы, стратегии. К сожалению, вы абсолютно правильно заметили, что вчера представили какие-то стратегии, ну даже не смешные. То есть абсолютно без никакого видения стратегического. Я бы сказал более резко. В нынешних условиях бессмысленные просто. Бессмысленные. Потому что нам сейчас надо смотреть, что делать. И не только сейчас. Надо среднесрочно и долгосрочно. Нам нужны программы для того, чтобы мы знали определенно, что у нас будет через год, что будет через пять, что будет через десять. И имея такие политические стратегии, политические стратегии, экономические стратегии, социальные стратегии, люди, бизнесмены, бизнес-среда уже будут знать точно, куда мы направляемся. И у них будет хоть немножко стабилизации, стабильности для того, чтобы выходить из тени, конформироваться и начинать вырабатывать новую стоимость. Смотрите, тоже небольшой комментарий от себя. Вы когда сказали о рабочих местах, я просто посмотрел по Кишиневу, ну и не только. У нас фактически за последние два года закрываются десятки, сотни и тысячи рабочих мест. Давайте возьмем так. Малый бизнес закрывается. Общественный транспорт. От маршруточников всех выжимают. Сейчас межгородское транспортное сообщение тоже умирает. А это мощнейший удар по коммуникациям. Люди раньше приезжали, теперь если ты не купил себе машину, да и с этим проблемам, с ценами и так далее. Дальше, значит, железная дорога умирает, а это тоже огромное количество рабочих мест. Получается, что с одной стороны мы говорим о развитии экономики, с другой стороны правительство, а в данном случае мэр. Удивительно, смотрите, как бы разные политические силы, получается, что они делают все одно и то же. Они постоянно ударяют по реальному сектору. Или я, может быть, неправильно понимаю, все-таки я не экономист. Вы правильно заметили, и это не только вы видите, замечаете. Я в своих исследованиях давно, давно это заметил. У меня создается впечатление, что наша страна, руководство нашей страны, не только нынешние, и вообще все имеют целью, даже план имеют, какой-то план для того, чтобы снизить население. То есть убрать, удалить, освободить вот эту территорию между Портом и Днестром от населения. То есть у меня создается такое впечатление. И мы, когда говорим о рабочих местах, мне вспоминается пример нашего нынешнего президента, когда еще в мае месяце прошлого года сказала, что после приезда из Германии, она была туда в делегации, значит, сказала, что мы договорились о том, чтобы создать 30 тысяч нашего населения, наших граждан, отправить в Германию на сезонные работы для того, чтобы люди работали там. И я вспоминаю и сопоставляю, сравниваю то, что она говорила во время выборов. Мы будем создавать новые, хорошо оплачиваемые рабочие средства, чтобы люди не уехали за рубежом, чтобы наши инвестиции в образование остались здесь, производили здесь новую стоимость. Так не получается абсурд какой-то, нет? Вам не кажется? Абсурд. А может быть, никакого абсурда нет? Может быть, это целенаправленная политика? Так я и говорю, значит, нет ли такого плана, чтобы освободить, чтобы убрать население отсюда с этой территории? Потому что территория наша, наша земля очень хорошая, самая плодородная земля в мире считается вообще. Ну, смотрите, чтобы нас не обвинили, что мы какие-то теории заговора тут исследуем, да, я бы сказал проще. На самом деле, сейчас все развитые страны, несмотря на все вот крики, что роботизация освободит много рабочих мест, наоборот, испытывают дефицит рабочей силы. На этот год, я знаю, например, Канада вновь возобновила иммиграционную программу. Они хотят привлечь 400 тысяч человек. Германия готова убрать, особенно наше население, которое образованное, высококвалифицированное, законопослушное. К Киеву, конечно, с удовольствием. Получается, что от нас выжимают население в Европу. И у нас, собственно говоря, мы подошли к черте, когда у нас просто никакой бизнес нельзя открыть, потому что просто нет рабочих, некому работать. Вы правильно замечаете, совершенно верно. Вот смотрите, я сравнивал прошлые периоды и с этим годом по инвестициям, инвестициям зарубежных и иностранных инвестициям, прямые инвестиции в реальный сектор экономики. Они получаются, так прогноз, потому что еще нет отчетов, я думаю, что будут около 37 миллионов долларов. Это наименьший показатель за последние 20 лет. То есть, прям иностранные, прямые инвестиции. Но это просто ничего. Так это, да, если сравнивать с 2008 году, когда у коммунистов было 870 миллионов за год, то, конечно, вообще ничего. И что делается для того, чтобы привлекать инвестиции? И что отсутствие программ для того, чтобы создать в нынешних условиях стимуленты. То есть, стимулировать программы стимулирования для иностранных инвестиций. А иностранные инвестиции, это и наши граждане, которые работают за рубежом. Они должны получить какие-то льготы очень существенные для того, чтобы создавать новые рабочие места. К сожалению, отсутствуют такие программы. Конкретный пример. Я хочу вам сказать, что я измерил, вот за прошлый, включая прошлый год. Кстати, мы ориентируемся, пока еще нет отчета. Поступление за рубежа валюты в Республике Молдова за 2021 год будет в пределах миллиарда 600 миллионов долларов. То есть, все вместе. Это очень большой объем. То есть, в прошлые 4-5 лет, значит, не было такое. Три раза было вот такие объемы поступления. И если я рассчитал с 2021 года до сих пор, и у нас получается где-то около 40, чуть-чуть больше 42 миллиардов долларов. Ни одно правительство не сделало, ничего не предпринимало для того, чтобы вот эти деньги как-то собрать. Ну, не часть, хоть маленькую, 5-10%, 15% и собрать и сделать источник финансирования. Какой-то аграрный, какой-то, не знаю какой банк. Какой-то банк инвестиционный, строго для инвестиции новых рабочих мест. То есть, инвестиционный банк. Молдавский инвестиционный банк. И если рассчитать, то уставной капитал этого банка был бы не менее 500 миллионов долларов. Это огромный банк по мировым понятиям, по стандартам, по европейским стандартам. Это огромнейший банк. И если был бы такой банк, то есть создавали программу, возможность, стратегию, разработали такой проект, то я думаю, что у нас сейчас ВВП был бы, не ожидается, так как в прошлом году около 230 миллиардов лей, а был бы минимум, около полутора триллионов лей, как минимум. Вот у нас источники, вот как должно быть. А что должно сделать государство? Я понимаю, что они пришли на новые места. Я понимаю, что нынешнее правительство пришло на таких баррикадах, которые действительно было очень плохо. Но учитывая и анализируя то, что они делают за полгода, можно уверенно сказать, что мы все ниже, мы даже не пытаемся останавливать уровень падения и качества жизни, и развитие социальное, и экономическое, и во всех планах, и международное развитие. Одну секундочку. Если мы сравниваем один очень важный индикатор, показатель, который, он говорит нам обо всем. То есть два индикатора. Это показатель инфляции, который в прошлом году в как бы 15%, но по некоторым видам категории продукции он целые 50-60%. И показатели экспортно-импортных операций, то есть коммерции, экономическая деятельность зарубежная. Мы когда смотрим, что дефицит баланса коммерческого в два раза повысится с прошлым году. Два с половиной раза даже. Ну я рассчитываю, прогнозирую где-то два, два с лишним. Это говорит о том, что мы еще хуже будем жить. И вы считаете, вы можете считать, что вот эту разницу баланса коммерчала, ее разницу можно было прибавить к ВВП. А это нечто около 80 миллиардов лей. То есть наш ВВП вместо того, чтобы сюда в себе брать, оно отдается за рубежом, откуда мы импорт производим. И причем импортируем, даже смешно сказать. То есть вещи, которые мы здесь можем производить, дешевле намного. Извините. Да-да, ничего. Я вот как раз по этому вопросу тоже у меня следующий вопрос был. Немножко опередили вы меня. Смотрите, у нас действительно один из итогов прошлого года, это то, что резко выросла разница между импортом и экспортом. Импорт уже, ну вы сказали 2, я там нашел цифры, 2,5 раза превысило уже. Еще нет данных, но я рассчитываю 2,2. Но это огромный дисбаланс. Но самое интересное, что эта ситуация, эта тенденция, она сложилась не прошлого года. Мы постоянно шли по нарастающей, импорт превышал экспорт. И власть, правительства, которые у нас находились во власти, они постоянно зачем-то поддерживают импортеров только. Мы говорим о темпах. Да-да, я согласен. Темпы опасны здесь. В прошлом году темп резко вырос, поэтому мы и говорим. Но я говорю сейчас в данном случае о политике. То есть новая власть, которая сейчас пришла, она по идее, если она действительно хочет менять ситуацию в стране, она должна начать ломать эту тенденцию. Вот отсюда вопрос. Есть ли какие-то признаки, что новая власть начала ломать эту тенденцию? Или она по-прежнему будет, скажем так, гнобить наших производителей и поддерживать импортеров? Дело в том, что... Двояко, тут есть несколько аспектов, которые должны чуть-чуть остановиться. Дело в том, что во всем роль в этом человека, будь рабочий, будь пенсионер, будь руководителем страны, министром, то есть роль человека, функция человека. Что вы имеете в виду? И вот качество человека на то место, где он находится, он должен показать рандомент. То есть... Производительность. Да, производительность он должен показать. К сожалению, мы не видим, не то что желание, мы не видим способность нынешних министров, ключевых министров, потому что не все. Министр культуры мы оставляем в сторону. То есть ключевых министров, у них нет понятия, у них нет возможности анализа, у них нет практики, наверное, у них ничего нет для того, чтобы начинать что-то делать, что-то разработать, для того, чтобы в практике это внедрить. И так как я вижу, если у меня были сомнения, были сомнения, но надежды очень большие были у меня, что новое правительство, новая власть, и мы сможем что-то по-другому начинать делать, то сейчас все это отпало, все упало, все. Я не вижу никакой возможности реабилитации вот этих основных проектов, администрации, управления страной, для того, чтобы бизнес-среда качественно выросла, производила больше не в стоимосном, не в ценовом порядке, а в количественном, в реальном, в физическом плане, то есть физические объемы ВВП должны расти, и тогда все будет расти, и мы на следующий год получим ВВП за счет цен, ценообразования, а то, что он будет намного больше, я вам гарантирую, потому что смотрите, как повысились цены, а мы за цены будем увеличить заработную плату, заработные платы чиновников, за счет разницы цены будем увеличивать доходы государства, и за счет цены из этого бюджета государства будут содержать учителей, полицию и всех остальных, которые управляют страной. То есть получается парадокс, вместо того, чтобы оставить так, как есть, обращаться к людям, которые знают, управлять, создавать что-нибудь такое, чтобы привлекать общественность, то есть экспертов, специалистов, они все это игнорируют, сами ничего не могут предлагать, потому что не знают. То есть профессионально абсолютно бескомпетенция, абсолютно бескомпетенция, несколько министров, которые ключевые посты занимают и ответственность за рост экономики, за социальные блага и за все эти области, они абсолютно бескомпетентны, то есть у них отсутствует профессиональное знание и профессиональный экспириенс. Понятно. Ну давайте мы, я постараюсь быть более... Мой вопрос был немножко, существуют ли какие-то признаки того, что новое правительство... Нет. Нет. Конкретно вам отвечаю, нет. Пока нет. Пока нет. Да, может быть у них там в недрах где-то зреют какие-то программы, которые нас удивят. Нет программы, нет стратегии, а без планов ничего не сделаешь. Говорят, что плановая экономика плоха. Никаких плохой. Хорошо. Опыт Франции, опыт других стран, вот Южной Кореи показывают, что у них пятилетние планы, как при коммунизме у нас было, и они живут и развиваются. Вот так вот должно быть. Ну, идея индикативного вообще планирования, она в высокоразвитых странах давно имплементирована. Сейчас она имеет немножко другую форму, форму проектную, там программную, программно-целевую, но она в любом случае остается. И даже... Скажите, вот я бы хотел вернуться немножко к газовой проблеме, но немножко в другом контексте. Мы с вами выяснили, что газовая проблема будет ключевой проблемой. Но судя по действиям Европейского Союза, которые в определенной мере уже эксперты, которые отслеживают ситуацию, пришли к выводу, что Европейский Союз во многом намеренно вздувает цены на энергоносители для того, чтобы форсировать энергетический переход к новой энергетике, к новой экономике. И получается, что если они будут по-прежнему форсировать эти цены, стимулировать их рост, то по Молдове это будет бить постоянно, потому что если та же Германия может каким-то образом компенсировать все свои проблемы, поскольку у них есть деньги, у нас же денег вообще нет. Мы ничего компенсировать не можем. Более того, если они сумели договориться с Газпромом, на людях ругаются, а по сути договариваются, то мы, не знаю, делаем, по-моему, у нас пока власть делает все, чтобы взвинтить цену на газ. Участие в политике, которая нам не нужна, и внешне плохими переговорами, выдуманными сценариями того, что есть некие мировые цены, вот смотрите, мы вам привезли подешевле и так далее. Поэтому получается, что на весь этот период, когда будет происходить вот это постоянное вздувание цен, а это, наверное, несколько лет, плюс еще на несколько лет, судя по всему, задерживается пандемия, которая тоже во многом используется в экономических вопросах для того, чтобы перерешить ситуацию в чью-то пользу. Получается, что мы здесь будем все более и более бедными. Будем ковыркаться все хуже и хуже. Да, я хочу вам сказать две вещи. Извините за такой пессимизм, но... Две вещи я хочу вам сказать. Первое. Мировая организация по здравоохранению обещает к концу марта плюс-минус пандемия уже начнет на спад вообще. А вы верите в это? Да. Я верю, потому что это план. Ну, это я не хочу об этом. Далее. Тоже вчера, значит, Евросоюз включил в списки безопасности энергоресурсов. Что думаете? А. Атом. Б. Газ. Поэтому говорить о том, что Евросоюз, все эти борются для того, чтобы новые источники энергии освоить, это уже, по-моему, уже не знаю, если стоит говорить об этом. Кроме этого, я хочу вам сказать, что вот это сезонное колебание цены, она успокоится. Да, наверное, и будет выше, чем прошлогодние, но уже не будет тысячи и не будет 700 долларов за тысячу метров, кубометров, значит, начиная с марта, апреля и так далее. И я вижу здесь спад, то есть утихомиривание мирового рынка на эти цены. Вы правильно сказали, нет мировых цен для этого вида. Есть мировая международная цена на нефть, от которой все деривативы идут, в том числе и газа и все остальные. Но цены на газ, как таковой мировой, нет. Но европейцы попытались отвязаться. Они попытались это связать и на лондонскую биржу, и все. Но фактически люди договариваются, все. Цена, пускай фьючерская, пускай будет и три тысячи, но мы с вами договариваемся, потому что входим в каких-то обязательств. Поэтому говорить о том, что абсолютные риски, абсолютные величины, скажем, такой диагностики стагнации у нас, боюсь дать такой прогноз. Я все-таки надеюсь, что цены будут обратно пойти. А остальные цены? А остальные, и в зависимости от этого, в классической мысли экономики и социального развития, естественно, цены во всех странах так и происходят. Происходят. Значит, цены идут на спад, естественно. И на хлеб, и на электроэнергию, и на газ, на бензин, на все виды товаров и услуг. Но я боюсь, что у нас есть минимум четыре опыта. 98-й, 2002-й, 2008-й, 2015-й год. Но это шоки были абсолютно такие сильные, что цены выросли по несколько раз. Но когда доллар и лей успокоился, обратно цены не пошли. Вы помните такое, что было такое. Поэтому я боюсь, что из-за этого, вот, молдавский вариант кризиса, то есть цены останутся те же самые, когда во всем мире газ будет 250-300 долларов за тысячу, значит, кубометров. Я этого боюсь. И больше всего склоняюсь к тому, что именно это произойдет у нас. И тогда беднота будет еще выше в несколько раз. И, конечно, придется нам очень сложно. Очень сложно, учитывая то, что из тех 900, примерно около 900, значит, граждан, которые способны производить что-то, то есть способны работать, из них производят добавочную стоимость сейчас около 360 только. И учитывая, что один на все остальные четыре работает только один, один питает полтора пенсионера, и один питает двух вот этих, скажем, которые датируются, финансируются из бюджета. Я тут включаю и учителей, то есть все остальные категории. То есть я боюсь, что люди потихонечку, те, которые еще остались, еще останутся, свернут свои бизнеса и уйдут. Останутся только вот эти большие, то есть операторы телевидения, связи, то, что они производят услуги, то есть добавочную стоимость производят, но наши поля останутся абсолютно безработными. Они производят услуги, но не производят никакого товара. То есть эти услуги для того, чтобы работали, нужно, чтобы кто-то товар производил, продал и купил их услуги. А у нас, к сожалению, товарная масса все время сокращается в объеме производства. Но вы знаете, я тут немножко с вами позволю не согласиться в некоторых пунктах, если вы не против. Я не против. Да, смотрите, Европейский Союз, они вынуждены были признать все эти вот, то, что вы сказали, эти новые виды энергии. И цена действительно немножко успокоится. Тем не менее, Европейский Союз будет форсировать переход к новой энергетике. И дело даже не в том, что там будут какие-то альтернативные источники и так далее. Суть этого перехода сделать еще более экономной, еще более производительной. То есть на единицу энергии производить еще больше товаров. Значит, еще меньше потреблять в жилом секторе, энергосбережения и так далее. Потому что у них после кризиса 1973 года они сделали огромный рывок в этом направлении. Ну, 1973 года, я имею в виду, прошлого века. Я понял. Да. Они сделали огромный рывок. Сейчас они будут делать следующий рывок. А у нас, по сути дела, вообще нет никаких разговоров о повышении производительности не на единицу энергии. О том, что нужно сберечь энергию и помочь людям сберечь как-то энергию и поменьше потреблять. И так далее и тому подобное. Наоборот. Ну, давайте, ждите. Знаете, сколько у нас госслужащих? Это, вы знаете, я не хотел эту тему затрагивать. Я примерно себе представляю, но я не хотел эту тему затрагивать, потому что, вы знаете, проблема нашей бюрократии – это вообще тема отдельного разговора. Да, но, извините, экономика зависит от них. Ну, да, согласен. И когда, значит, деловой человек приходит, скажем, в государственных учреждениях, на него смотрят как на мешка с сахаром, с деньгами. И не просто, а просто как на вредителя. И над ним издеваются. А сколько у нас вот сейчас общее количество экономиков? 110 тысяч человек. 110 тысяч человек? В управлении где-то 35 тысяч. В центральном управлении или вообще? Вообще, да. А всего, что вы имеете в виду? С учителями, со всеми бюджетниками. Бюджетников. Да, вот смотрите. Нынешнему правительству я подумал так вот. 30 лет никто не трогал вот этот вопрос. Значит, вопрос о стратегии развития или деятельности. Значит, государственных чиновников. Вот он приходит на работу в 8 и уходит в 5. Что он производит за это время? Софт какой-то, носит бумаги из одного кабинета, сколько чая попили и так далее. То есть, что он производит? Извините, не забудьте, что вы хотели сказать. Я хочу добавить к тому, что вы сказали. Я посмотрел заседание правительства за последние два месяца. Вот, честно говоря, ни одного вопроса, за который бы глаз зацепился. Ну вот, в стране черт не знает, что происходит. Я так и не понял, что они обсуждают. Я подумал так вот. Наверное, они придут и будут первыми, которые начнут изучать, анализировать вопрос. И составить, разработать стратегию по реформированию вот этого сектора. То есть, человек, который приходит на работу, он должен знать, что он делает для бизнеса, что он делает для ВВП. Вот, скажем, он, значит, ВВП 230 миллиардов, делит на всех чиновников, например. И он скажет, что один чиновник, эффект его стоит столько-то. И что делать для того, чтобы повысить производительность труда? А мы знаем, что у них инструмент труда – это профессия, то есть интеллект. Что они делают в этом случае? Мы здесь с господином Формузалом разговаривали. Он рассказывал, что они у себя там придумали в свое время набор показателей. Сколько за этот год добавилось рабочих мест, сколько привлечено инвесторов, сколько отремонтированных дорог. Просто вот четкий список. А сейчас я… Вот у нас мэр Кишинева. Он хочет сейчас идти в новую политику и критикует власть. Вот я с кем не разговариваю, никто мне не может объяснить, что сделано за два года. Про какие-то парки рассказывают. Конкретно, что сделано, никто не может мне рассказать. Ничего не сделал, абсолютно ничего. И занимается ерундой, политикой занимается. А ведь в Кишиневе огромный бюджет. А он хозяйственником должен быть. Огромный бюджет в Кишиневе. Да. Огромный бюджет. При этом же бюджеты другие до этого, как его раньше был, Тертуаков. Кто-то что-то делал. После того все. И намного ниже, то есть объемы бюджета Кишинева тогда были в 25 раз меньше, чем сейчас. Да просто смешные были бюджеты. Смешные были бюджеты. Поэтому если учитывать влияние или учет государственных чиновников, вот этой большой массы людей, учитывать бизнес-среду, учитывать огромное количество пенсионеров, учитывать бизнес, то есть финансовый сектор. И учитывать те, которые нас обслуживают, мы должны выходить как-то из этой ситуации. И поэтому мы должны мобилизироваться государство, то есть правительство должно разработать какие-то меры для того, чтобы выходить из данной ситуации. Я понимаю, что за один год не выходишь, за два, за три, за пять, возможно, не выходишь из этой ситуации. Но мы должны хотя бы увидеть свет в конце тоннеля. Но мы должны видеть хоть какой-то продукт от них в виде программы, в виде долгосрочной стратегии по секторам. Кстати, не определен ни один сектор, что, где мы должны, где государство должно определить и инвестировать бюджетные средства больше, чтобы получить оттуда больше, чтобы людей остановить. Где, какой сектор, какую область, чтобы государство стимулировало. Я вам могу ответить. Я тоже могу ответить. Нет, нет, я не на то, что нужно стимулировать, а что они видят. Смотрите, я просто беру по заявлениям первых лиц. Значит, три базовые программы на сегодняшний день, которые считаются базовыми. Это первое, это соглашение с МВФ. Экономическая модель, заложенная в этом соглашении, это модель нашего развития. И буквально вот перед Новым годом выступал президент и сказал, что не надо нам ничего изобретать. Есть договор об ассоциации. Вот наша программа развития. И третий. Ну, я, значит... Вот смотрите. Давайте возьмем эти два. За последние шесть лет, за последние шесть месяцев я не вижу ни одного отчета о проделанной работе по внедрению и работы, связанной с внедрением по пунктам, которые предусматривает договор ассоциации. И, значит, соглашение по свободному обмену товарами. Не вижу ничего. А там очень четко написано по часам даже, по видам, то есть по шагам, по этапам. Все предусматривает вот этот договор, вот это соглашение все предусматривает. Я не вижу ничего абсолютно, ни одного рапорта, ни одного слова, ни от первого лица до последнего министра, последнего чиновника. А знаете почему? А знаете почему? Я вам отвечу. Скажите. Потому что договор ассоциации в основе его договора о свободной торговле. Мы вошли в эту зону. Конечно. И европейцы нам говорят, экспортируйте. А для этого надо производить и надо стимулировать производителя. Но у нас, вот если взять ваш пример по кукурузе, у нас получается все наоборот. У нас постоянно бьют по производителю. А как тогда исполнять договор, если производитель не растет? Вот именно. Далее, значит, я не хочу затрагивать вот этот вопрос. У нас целая индустрия, целая промышленность, значит, гражданского общества. Вы знаете, сколько денег там крутятся. Ну, вы очень хорошо сказали. Это целая промышленность. Это миллиарды леи, ежегодно. Миллиарды леи. И вот они, практически никто из них не платит налоги. Никто. А ведь там считается элита слиток национальный. И они никакого продукта не производят. Абсолютно никакого. И учитывая то, что наше правительство 100% происходит оттуда, скажите, пожалуйста, качество это. Если человек ни разу не производил ничего, он ни одно платежное поручение не подписал, он не производил, он по своей профессии ничего не делал. Как он может управлять страной, как он может, значит, удовлетворить потребности населению чем-то, как-то. Вот приходить какими-то решениями конкретными. Я хочу, чтобы у нас было хоть какое-то решение по какому-нибудь маленькому вопросу. У нас этого нет. За 6 месяцев я не слышу ничего. Я слышу только одно программа, значит, минимум программа, максимум предвыборная кампания. 6 месяцев мы видим предвыборную кампанию. И 6 месяцев мы видим критики с 91-го до них. Я думаю, ребята, остановитесь. Давайте работать. Я и такие, как я, и господин Виктор, все готовы помочь вам. Если вы желаете, если вы хотите, а вы не хотите, извините. Да, ничего, ничего. И третья программа, я... Вспомнил. Да, да. Третья программа, но это же сказка. Это борьба с коррупцией. Это же основа основ. Более того, ведь заявлено, что пока мы не решим проблему с судьями, ну не будет нормальной экономики в Молдове. То есть это целая программа. Значит, я хочу вам сказать... Причем, извините, я до сих пор, я вот хочу найти кого-нибудь из экспертов в этой области, в области юридической, пригласить, чтобы он мне объяснил, в чем состоит улучшение работы судей. Не вообще, а конкретно, вот как вы говорите, по пунктам. В чем должна состоять эта реформа? Ведь на это тоже потрачены огромные деньги, на эту юридическую реформу последние 10 лет. Там миллионы евро были выделены в виде грантов и так далее. Только на одну прокуратуру в 2014-2017 было потрачено 69 миллионов евро, полученных грантом от Евросоюза. 69 миллионов. 69 миллионов. Единственная реформа в чем заключалась? В повышении заработной платы и их пенсии. Так подождите, а почему они по-прежнему коррумпированы? И работают те же самые методы. Нет, подождите, а вот скажите, а почему они тогда по-прежнему коррумпированы? Вот Стояногла сняли, ну предположим, он коррумпированный. А ну как, 60 миллионов евро потратили, а она по-прежнему вся коррумпирована. Каким образом? Еще больше. Каким образом эти реформы вообще происходят? Коррумпция, знаете, как вот... Господин Станин, у нас, к сожалению, время. Давайте мы отдельно вот... Хорошо, да. Вот это очень интересно. Каким образом происходят эти реформы, что происходят годами, тратятся десятки миллионов, это самое, а ситуация никак не меняется? Эффект один и тот же. Да. Как это вообще работает? Вот это интересно. Я вам хочу сказать, как работает. Есть соотношение между доходов тех, которые занимаются юстицией, и те, которые дают взятку. Это работает просто. Чем выше заработная плата, тем больше растет уровень коррупции. Взятки. Взятки. Если у них была раньше заработная плата 8 тысяч, то у них было 50 евро. Сейчас 30 тысяч. Значит, взятка 300 евро. То есть пропорциальная она растет. Вот реформа, только в этом. Все. Вот это и работает. То есть, вот это вот аргумент, что для того, чтобы исключить взятку, нужно повысить зарплату. На самом деле, повышая зарплату, мы повышаем взятку. Да. Объем взятки. И учитывая процесс, шесть месяцев, которые прошли, и год, и целый месяц, который прошел со времени приходу у президента госпожи Санду, Ну, значит, мы что видим? Значит, на работу принимаются некоторые люди, которые, мы знаем точно, что они были коррумпированы. И есть уголовные дела по них. И это исчисляется не только одним, а массово. И мы знаем новый генеральный прокурор, кто был и тем занимался. И мы знаем, как люди, мы говорили, значит, бороться с кумовством. Ну, так было, да? Что у нас сейчас? Значит, кумовя всюду, веришуари всюду, двоюродные братья, двоюродная сестра, и те, которые впитались от них, коллеги, классы, коллеги и так далее. Значит, их ангажируют и как консультанты, и как начальниками управления, начальниками служб, начальниками структур. И всюду, значит, такое и происходит. Значит, с тех пор, как это происходит, с тех пор, как это происходит, я уже не слышу от госпожи президентши слова коррупция. Уже пару месяцев как-то раньше как кассета в радио вставляешь, и все, с реверсом крутится постоянно. Сейчас что-то стало уже поменьше использовать слово коррупции. Или коррупции у нас вообще нет? Понятно. Ну, я хочу, уважаемые наши зрители, закончить все-таки на оптимистической ноте. Я все-таки верю в наш народ, потому что наш народ выживал не в таких ситуациях. Выживем и в этой ситуации. Согласен с вами. Как говорила мне одна старая женщина, фасоль есть, мамалыга есть. В магазинах, слава богу, с голоду мы не помираем. Трудно будет, но спасибо вам за ваш анализ наших итогов, итогов прошлого года и некоторых перспектив этого. Но вот эту вот тему, я надеюсь, что мы с вами здесь встретимся, еще обсудим. Проблему вот этого административного управления, ну вообще механизма управления. Их результаты и эффекты. Да вообще, и насколько бюрократизация, значит, экономики негативно сказывается на самой экономике. Я надеюсь, тут же у нас будет теневая экономика. Да, это же на самом деле вещи абсолютно взаимосвязанные. Спасибо вам. Спасибо вам тоже за приглашение.